Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил во вторник перед Конгрессом США. В своем выступлении он коснулся основных вопросов региональной политики, а также сформулировал свою позицию в отношении мирного урегулирования между Израилем и палестинцами, сообщает Ньюсру Израиль. Он заявил, что ради мира с палестинцами израильтяне готовы на болезненные уступки. Но при этом у израильтян есть право на самозащиту, от которого они не откажутся, подчеркнул Нетаньяху. Пожелав скорейшего выздоровления палестинскому премьеру Саляму Фаяту и выразив уверенность, что палестинский народ имеет право на достойную жизнь в собственном государстве, Нетаньяху отметил, проблема не в создании палестинского государства, а в признании палестинцами еврейского. Нетаньяху подчеркнул, что пока в Израиле обсуждают мирный процесс, палестинцы не прекращают обучать подрастающее поколение ненависти к евреям. Он призвал председателя ПНА Махмуда Аббаса положить этому конец и признать Израиль в качестве еврейского государства. Эти шесть слов могут изменить ход истории и убедить израильтян в том, что у них есть партнер по переговорам, заявил израильский премьер. После этого он перешел к проблеме постоянных границ, вновь заявив, что Израиль не вернется к границам 1967 года, которые невозможно защитить. Палестинским беженцам предстоит вернуться в палестинское, а не еврейское государство, а Иерусалим останется единой и неделимой столицей израильтян. В то же время Нетаньяху пообещал, что в этом городе будет всем обеспечена свобода вероисповедания, защищать которую будет Израиль. В ходе выступления в Конгрессе США израильский премьер впервые публично объявил о том, что не все поселения Иудеи и Самарии войдут в состав государства, а лишь крупные поселенческие анклавы, отмечает издание. Далее Нетаньяху заявил, что единственным миром на Ближнем Востоке является лишь такой мир, который надежно защищен оружием. Если Израиль вернется в границы 1967 года, через оставленные земли потечет неконтролируемый поток оружия, а ширина его территории в самом узком месте не превысит 15 километров. Поэтому израильское присутствие в долине реки Ордан является для еврейского государства жизненно необходимым, как и демилитаризация будущего палестинского государства. Нетаньяху также вновь подтвердил, что Хамас, призывающий к уничтожению еврейского государства и убийству евреев, не станет партнером по мирным переговорам, и призвал Аббаса порвать с этой террористической организации. По словам премьеры Израиля, он не представляет себе палестинского правительства, в котором заседает местный аналог Аль-Каиды. Напомним, выступая на прошлой неделе с программной речью, посвященной ближневосточной политике, администрация США, президент Обама, высказался за то, что палестинцы и израильтяне, вернувшись к переговорам, сосредоточились на решении двух проблем – определения границ будущего государства Палестины и гарантии безопасности Израиля. При этом американский лидер выразил убеждение в том, что граница между Израилем и Палестиной должна основываться на демеркационных линиях, существовавших в 1967 году, с небольшими изменениями на основе взаимных компенсаций. Обама заявил, что мирные переговоры должны исходить из необходимости создания жизнеспособного палестинского государства и защищенного от нападения Израиля. Предложение Обамы о возвращении границ Израиля к линиям 1967 года поддержал ближневосточный квартет, куда помимо США входят ООН, Евросоюз и Россия. Однако правительство еврейского государства сразу же отвергло эту идею, поскольку, по его мнению, возвращение Израиля к границам, существовавшим до войны 1967 года, невозможно с точки зрения обороны. Такое отступление оставит за этими границами крупные израильские населенные пункты на территории восточного берега реки Ордан, в которых живут примерно 300 тысяч израильтян. Об этом после речи президента Обамы Нетаньяху уже говорил, что Израиль будет возражать против любых предложений по эвакуации своих поселений на Ближнем Востоке. В воскресенье премьер-министр заявил, что готов сотрудничать с Обамой по вопросу возобновления переговоров с палестинской автономией.